This conference will now be recorded. Я рада видеть тех слушателей, которые уже неоднократно у нас учились, тем более даже были на моих курсах. Я вам рада, Татьяна Килипенко, поскольку я помню, вы, по-моему, курсов то ли три, то ли четыре у меня лично проходили. Ну и, конечно же, рада нашему слушателю. Доброе утро. И за это время у нас уже более миллиона выпускников, представляете? И если мы говорим о и дальше более тысячи курсов самых разных направленностей. Но сегодня, как еще раз повторюсь, мы говорим о дипломной программе специалист по управленческому учету. Коллеги, я в чат сейчас продублирую ссылку на эту дипломную программу, чтобы в случае необходимости вы могли перейти непосредственно на программу и рассмотреть ее более внимательно. Ссылку в чат отправила, также она вот есть в презентации. Итак, давайте рассмотрим вообще, почему и для чего нужно сегодня заниматься управленческому учету и почему эти специалисты востребованы на современных предприятиях. В первую очередь хочу отметить, что главная задача абсолютно любой компании, особенно в условиях рыночной экономики, уж тем более в условиях нестабильной экономики, которую мы наблюдаем сегодня, когда у нас лихорадит то в одну сторону, то в другую. Конечно же, грамотное управление финансами. И любой директор, любой собственник мечтает иметь управляемый бизнес. И очень часто вопрос остается так, я хочу понимать, сколько денег у меня будет завтра, послезавтра, через месяц. Какие результаты мы получим, если произойдут вот такие-то события, если произойдут такие события. Поэтому, конечно же, специалисты по управленческому учету, они и ранее были востребованы, а сейчас вообще наблюдается определенного рода ажиотаж нам, таких специалистов. Специалисты по управленческому учету востребованы не только в крупном бизнесе, как это было, скажем, 15-10 лет назад. Сейчас они востребованы и в среднем, и даже в малом бизнесе. На курсах наблюдаю, что все чаще и чаще приходят даже представители микробизнеса, то есть сами предприниматели приходят, желая научиться вот именно составлять управленческую отчетность для того, чтобы проанализировать как имеющиеся результаты, так и спрогнозировать будущее. И, конечно же, коллеги, надо понимать, что специалисты по управленческому учету мы сегодня будем говорить о функционале. Но если вы мониторите доски объявлений, я имею в виду о работе, то эти должности могут называться по-разному. Главное смотреть тот функционал, который вас интересует. Специалисты по управленческому учету могут быть задействованы в финансовых службах и называться финансист, могут работать в планово-экономическом отделе, тогда называется экономист либо специалист планово-экономического отдела. Это может быть специалист бухгалтерии, это могут быть специалисты по контролингу, может быть внутренний аудитор. Так или иначе, это имеет отношение к управленческому учету. А управленческий учет – это все то, когда нужно посчитать. Я очень часто на курсах говорю, что этот специалист играет в игру под названием «А что будет, если?». То есть когда представители менеджмента компании, это руководство, может быть, собственник задает вопрос «А что, если мы вот так? А что, если мы вот так? А если мы увеличим объем производства? А если мы сократим? А если мы начнем производить новую продукцию? А если мы построим новый цех? А может быть, наоборот, если мы продадим определенные активы? А может быть, купим новое оборудование? И, конечно же, нужно понимать финансовую эффективность того или иного предложения. Вот этим всем занимается специалист по управленческому учету. И, коллеги, свой рассказ о этой специальности я начну с трудовых функций специалиста по управленческому учету и сразу хочу подчеркнуть, это не то, что та информация, которую вы видите сейчас на слайде, я ее прокомментирую, это не мои умственные изыскания, а это цитаты из трудового стандарта, то есть, которая принята Министерством труда Российской Федерации, как раз таки так и называется специалист по управленческому учету. Это профстандарты. И посмотрите, то, чем занимается каждый специалист по управленческому учету, это идет под первым в списке учет доходов и расходов. А для того, чтобы учитывать доходы и расходы, то есть доходы и затраты, наш специалист должен знать, какие есть классификации затрат доходов, какие они бывают, какие периоды они учитываются, как они могут сочетаться между собой, как они влияют на финансовый результат. Это проведение калькуляционных расчетов с помощью различных методов калькулирования себестоимости. И предприятия могут использовать и методы формирования неполной себестоимости, полной производственной, цеховой, переменной и так далее. Это сборы, подготовка информации для составления бюджетов. Обратите внимание, вот здесь уровень квалификации 5, то есть речь идет о начинающем специалисте по управленческому учету. И здесь у нас пункт не составления бюджета, а сборы, подготовка информации. Это сбор первичной информации, подготовка информации для формирования ассортиментной ценовой политики и учет результатов деятельности бизнес-сегмента. Коллеги, все вот эти пункты, которые вы видите сейчас на экране, то есть для начинающего специалиста по управленческому учету, у нас представлены на курсе, я позже об этом более подробно расскажу, основу управленческого учета бюджетирования, он так и называется. То есть для начинающего специалиста этот курс может стать хорошим подспорьем, плюс практику по управленческому учету, и фактически вы можете претендовать на начинающую квалификацию специалиста. Далее, давайте посмотрим. С приобретением опыта, это уже уровень квалификации 6, специалист должен уметь проводить расчеты, мониторинг показателей безубыточности, эффективности, причем не всего предприятия, а в разрезе продуктов, проектов, процессов, подразделений, может быть, отдельно взятых сотрудников, филиалов, чего угодно. И эти показатели, безусловно, нужно сдать. Соответственно, данные показатели мы рассматриваем как на курсе основы управленческого учета, так и часть показателей, инвестиционных показателей рассматриваются на курсе основы инвестиционного анализа. Также специалист должен уметь составлять бюджеты и проводить планфактный анализ результатов, ведь подготовка бюджета это только половина дела, фактически бюджет это финансовый план, в котором мы спрогнозировали будущее, но ведь наступают те самые серые будни, но условно давайте представим, в октябре, ноябре, декабре мы готовим бюджет, утверждаем, вот наступило 1 января, какой бы красивый у вас бюджет не был, это всего лишь план, ведь теперь его нужно реализовать, поэтому реализация бюджета, проведение планфактного анализа, факторного анализа, то есть выявление причин отклонений, это тоже входит в обязанности специалиста по управленческому учету. Ну и далее опять же, мы с вами видим, это в том числе составление внутриферменной управленческой отчетности, каждая компания, в отличие от бухгалтерской отчетности, которая единая и рекомендована Минфином, каждая компания имеет свои стандарты управленческой отчетности, где-то они в Excel, где-то в других формах, кто-то считает по подразделениям, кто-то по продуктам, кто-то по сменам, у каждой компании свои правила, и специалист по управленческому учету должен их знать. Далее смотрим, идем вверх, уже уровень квалификации 7, это уже фактически старший специалист по управленческому учету, вот здесь мы с вами уже видим и формирование учетной политики, разработка внутрифирменных регламентов, и составление стратегического бюджета и консолидированных форм, и разработка и мониторинг системы ключевых показателей, причем обратите внимание, которые касаются как развития организации, так и мотивации персонала, чтобы персонал был мотивирован на достижение этих самых показателей, анализ эффективности инвестиционных проектов, оценка рисков деятельности компании, и, конечно же, подготовка информации для составления интегрированной отчетности. Как вы видите, задач у специалистов по управленческому учету достаточно много, а завершу я, пожалуй, вот уровень квалификации 8, это уже уровень директора, то есть если мы уже говорим с вами о директоре по управленческому учету, может быть, замгенерального директора по плановой экономической деятельности, иногда зачастую это называется отдел развития, аналитическая служба, то здесь как раз-таки рассматриваются такие вопросы, как проведение исследования, проектирование системы, автоматизация, система контролинга. Вот этих пунктов мы с вами касаться не будем, это уже касается более менеджмента. Мы с вами посмотрели, какие навыки нужны специалисту по управленческому учету, и вот здесь встает, а как их приобрести, вот эти самые навыки, которые востребованы работодателями. Кто-то из вас уже работает по специальности и имеет узкую специализацию, может быть, вы работали в бухгалтерии, может быть, специалистом по расчету себестоимости, может быть, вели определенный участок, и ваша задача теперь расширить свой функционал. А есть слушатели, которые проходят переквалификацию, то есть приходят к нам совсем с другой специальностью. Так вот, хочу отметить, что дипломная программа специалистов по управленческому учету, о которой мы сегодня говорим, а в данном случае я говорю о дипломной программе именно Центра специалистов, она подготовлена с учетом современных требований работодателей. У нас на нашем с вами Дне открытых дверей присутствует Анастасия Матросова, я позже ей передам слово после своей презентации. Анастасия специалист по как раз-таки трудоустройству, она напрямую коммуницирует с работодателями, и она знает о тех требованиях, которые они предъявляют. Центр специалист регулярно сотрудничает с работодателями, мы проводим как корпоративные курсы, разрабатываем для наших заказчиков и регулярно обновляем наши программы. Поэтому вы можете быть уверенными, что тот учебный план, который подготовлен, он подготовлен не теоретически, то есть не профессорами учебных заведений, задачи которых изучить теорию, а именно практиками, которые занимаются в жизни реализацией управленческого учета. Программа наша рассчитана на 272 академических часа, что позволяет вам претендовать именно на диплом. То есть вы получаете диплом о переквалификации, в которой как раз-таки и будет написана ваша новая специальность. Также все наши курсы по дипломной программе, они не только учитывают требования работодателей, но и, как вы видели, сейчас я вам цитировала, именно профессиональные стандарты Министерства труда и социальной защиты. Конечно же, мы учитываем те навыки, которые предписываются данным законодательным органам. Далее посмотрите. Мы из всего вот этого вышесказанного на наших курсах вы приобретаете те практические знания, с которыми действительно берут на работу. Я по окончании своей презентации расскажу о портфолио, то есть какие практические кейсы вы получите по окончании программы и можете добавить в свой портфолио, то есть показать работодателю, как свои презентацию своих навыков и умений. При этом, коллеги, многие пугаются, бывает, дипломных программ, говорят, ну да, с одним курсом, понятно, я вот пришел, недельку поучился и все. А 272 часа – это действительно много. Коллеги, так как учебный центр специалист, мы не первый год работаем с нашими слушателями, то формат обучения может быть самый разный. Мы первыми в России внедрили вебинары, мы первыми внедрили открытое обучение и перешли на свободное обучение. Поэтому вы можете обучаться очно, можете обучаться удаленно, подключаясь по вебинару, можно обучаться очно-заочно. У нас есть открытое обучение, когда вы просматриваете видеозаписи, издаете вопросы преподавателю, то есть форматы, все те, которые позволят вам грамотно спланировать свое обучение. При этом, если у вас есть периоды загрузки, а ни для кого не секрет, что у специалистов в области учета у них есть сезонная загрузка, конец года он настолько тяжел, как сдача отчетности не до учебы, либо сдача квартальных отчетов. Поэтому в зависимости от уровня подготовки мы можем формировать индивидуальную программу, мы можем делать перерывы, то есть те ссылки, которые вот я сейчас дала на дипломную программу, на расписание, вы можете, предположим, пройти два курса, потом сделать перерыв, там два-три месяца, потом опять пройти. То есть расписание подбираете так, как вам нужно, чтобы освоить материалы в полном объеме. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к самой программе. И если говорить о дипломной программе, специалист по управленческому учету, то она состоит из восьми курсов. В программу входят такие курсы, как курсы Excel уровень 2 и 3. Почему? Потому что чаще именно в этом программном обеспечении ведется разработка бюджетов либо расчетов. При этом коллеги очень часто спрашивают слушатели, а что делать, если вот у нас бюджетирование готовится, бюджет готовится в 1С, там будет то в Парусе, будет то в Интелеве и так далее, в специализированном программном обеспечении. Всегда студентам отвечаю, что коллеги, после того, как вы подготовили бюджет в Excel, вам работать с абсолютно любым программным обеспечением будет легче. Почему? Потому что когда мы готовим бюджеты либо производим расчеты по управленческому учету в программном обеспечении, вы ввели некие затраты, либо предполагаемые доходы, и отчетные формы, консолидированные, формируются автоматически. И зачастую пользователь не понимает, а почему именно вот эти строчки объединены, а вот эти очистились от НДС, а в этом месте не очистились. Когда мы готовим бюджеты в Excel, ну и, собственно говоря, практику по управленческому учету проводим в Excel, то у вас есть возможность все формулы ввести своими руками, то есть фактически увидеть те расчеты, которые производятся наизнанке программного обеспечения. Поэтому любое программное обеспечение, предназначенное для управленческого учета, вам будет интуитивно понятно. А вот далее уже после вот этой предварительной подготовки у нас начинаются непосредственно экономические курсы. Такие курсы, как подготовка и защита бизнес-планов. На этом курсе, коллеги, мы с нуля готовим как по учебному проекту совместный бизнес-план, так и слушатели в качестве самостоятельных работ готовят свой бизнес-план полноценный, который состоит из таких разделов, как график проекта, инвестиционный план, производственный план, финансовый план, маркетинговая часть, расчет показателей эффективности, дается заключение и оцениваются риски по проекту. То есть фактически по окончании курса вы имеете проект будущего своего бизнес-плана. Ключевой курс, один из основных данной программы, он находится в середине, это основа управленческого учета бюджетирования. Именно на этом курсе мы проходим как классификацию затрат, какие они бывают, вспоминаем основные отчетные формы и с нуля, опять же, в шаблоне Excel, который получают слушатели, готовим бюджет небольшого предприятия, начиная как от операционных бюджетов планов и заканчивая сводными формами, такими как ВДР, ВДДС, прогнозный баланс. И что самое важное, мы проводим анализ подготовленного бюджета, то есть отвечаем на такие популярные вопросы работодателей, а есть ли возможность достигнуть этот же результат с меньшими затратами или при этих же затратах увеличить эффективность, финансовую эффективность предприятия. Курс организации бюджетного контроля. Этот курс уже посвящен исполнению бюджета, то есть освоению вами навыков исполнения бюджета, это проведение планфактного анализа, проведение планфакторного анализа. Именно на этом курсе рассматривается такой интересный вопрос, как создание платежного календаря, и, как вы видите, все это делается при помощи Microsoft Excel. Курс анализ финансового состояния, коллеги, тоже один из интереснейших курсов. На этом курсе мы скачиваем реальную отчетность, сослушателей в каждой группе разную, реальных предприятий. При помощи открытых систем скачиваем финансовую отчетность и читаем каждую строчку и делаем выводы. Читаем баланс, читаем отчеты финансовых результатов, отчеты движения денежных средств и делаем выводы о том, насколько эффективно, неэффективно работает предприятие, хорошо или плохо, каждую строчку, какие-то признаки, хорошие или плохие. О чем это говорит? То есть фактически интерпретируем и пишем заключение. Опять же, еще раз повторюсь, при помощи Microsoft Excel. Как вы видели, когда мы говорили о функционале, то мы говорили, что специалист по управленческому учету должен уметь проводить анализ эффективности не только по экономическим показателям, но и оперировать неэкономическими. Ну, собственно говоря, не только производительность в рублях, эффективность, но и, пожалуйста, те самые тонны, километры, километры на человека, час, там килограмм выпущенной продукции на тонну сырья и так далее. То есть все эти относительные. Так вот именно этому посвящен курс управленческий анализ и аудит. Здесь мы говорим о неэкономической эффективности. Здесь и производственный аудит, аудит маркетинговой эффективности, аудит разработки системы мотивации для персонала, операционный аудит и так далее. И завершает нашу программу курс основы инвестиционного анализа, на котором, собственно говоря, мы учимся рассчитывать те самые классические показатели инвестиционные, такие как NPV, PI, DPP и так далее. Коллеги, соответственно, по окончании данной программы, которая в среднем занимает от шести месяцев, хотя при этом у меня были слушатели, которые, находясь в свободном полете, то есть в воле с одной работы завершили программу за два месяца, кто-то растягивает ее на год, а то и полтора, то есть, еще раз повторюсь, ритм и темп обучения определяете вы самостоятельно. Более того, коллеги, в рамках нашей программы вы можете сами выбирать формат проведения занятий. Это может быть до пяти занятий в неделю, если вы сейчас находитесь в отпуске, либо пока без работы. Каждое занятие может быть четыре или восемь академических часов, опять же, от ваших навыков работы с обработкой информации. Каждое занятие сопровождается не только теорией, а на нее приходится меньшая часть, но и мы решаем задачки как совместно с преподавателем, есть самостоятельные работы, которые тут же разбираются на занятии, и, конечно же, есть задания для домашних работ, чтобы вы получили навык самостоятельной работы. Слушатели, как я уже подчеркивала, на всех курсах, причем как на курсе основы управленческого учета бюджетирования, организации бюджетного контроля, финансовый анализ, получают шаблоны, которые вы можете использовать уже в реальной своей трудовой деятельности. И, конечно же, живое общение, вот как сейчас мы с вами общаемся, вы можете задавать вопросы, тут же получаете на них ответы. И между учебными модулями, позволю себе повториться, по желанию учащегося и по расписанию, возможно, перерывы. То есть прошли вы несколько курсов, а далее вам нужно сейчас годовую отчетность сдавать в декабре, сделали перерыв. Опять же, появилось время, продолжили обучение. То есть расписание, его можно обсуждать. Ну, а теперь самое главное, что мы получим с вами в итоге, что мы, какие практические работы мы можем добавить в портфолио. Первое. В вашем портфолио появится бюджет предприятия в Excel. То есть фактически вы получите шаблон, заполненный шаблон, и вы можете, введя туда собственные данные, расширяя объем, получить готовую финансовую модель. Второй проект, который выполняется, это уже, если бюджет предприятия мы готовим на курсы основы управленческого учета бюджетирования, то второй проект, к которому можно смело добавлять в свою портфолио, это автоматизация бюджетного контроля. Здесь мы создаем как реестр платежей для одобрения, заявок на одобрение автоматически. То есть Excel сам проанализирует, какая сумма с начала периода по данной статье затрат поступила на оплату, какая сумма заложена в бюджет, две эти суммы Excel сравнит и напишет вам одобрено, не одобрено, какие отклонения. У нас мы с вами получим заключение о финансовом анализе предприятия. Это зачастую нужно, когда мы анализируем собственную отчетность, либо отчетность контрагентов, чтобы принять решение о возможных отсрочках платежа или авансах к нашим поставщикам. По итогам курса подготовка и защита бизнес-плана вы будете иметь, как мы с вами уже говорили, бизнес-план предприятия. Опять же, у вас будет шаблон, который состоит как из файлов Word, то есть описательный, это и резюме проекта, и маркетинговая часть, производственная программа, заключение и также часть в Excel, то есть все финансовые расчеты. Ну и, как я сказала, на курсе основы инвестиционного анализа мы получаем расчет инвестиционных всех показателей. Коллеги, еще раз напомню, что речь идет о дипломной программе специалист по управленческому учету. Ближайший старт у нас есть 9 сентября. Стоимость программы, коллеги, обратите внимание, это без скидок 143 890. Опытные слушатели знают, что в зависимости от того, учились вы у нас ранее или нет, скидки могут достигать до 20%. Более того, хочу вам сказать, что когда я передам слово Анастасии, то она в заключении нашего семинара тем слушателям, который до конца даст купон на дополнительную скидку по программе. По окончании дипломной программы, как мы с вами сказали, мы уже получаем диплом по профессиональной переподготовке. При этом, коллеги, если вы уже опытный специалист и вам не нужны все курсы, которые есть в данной программе, а их у нас, еще раз повторюсь, 8 курсов, и вы выбираете, может быть, 2 из них, а может быть, 3, то тогда посмотрите, это может быть удостоверение о повышении квалификации по конкретному из курсов. Коллеги, давайте я еще раз вернусь к перечню курсов, которые входят в дипломную программу, и я готова, если у вас есть вопросы, ответить на ваши вопросы по требованиям специалисту управленческого учета, либо по любой из программ более подробно. А пока вы пишете вопросы, я тогда расскажу, что нас будет ждать дальше. Я отвечу на ваши вопросы и передам слово Анастасии. Анастасия тогда расскажет о требованиях ведущих работодателей, которые коммуницируют с Центром специалистов, заказывают, побоюсь этого слова, на специалистов по управленческому учету, и также обратит ваше внимание на требования, которые подъявляются к специалисту по управленческому учету с точки зрения soft skills. Ведь если я говорила сейчас о hard skills, то есть о профессиональных навыках, то, как вы знаете, современные работодатели обращают внимание в том числе и на личностные навыки своих соискателей. Коллеги, подскажите, пожалуйста, вот по программе непосредственно, по содержанию дипломной программы, по навыкам специалиста по управленческому учету, есть ли вопросы, которые вас интересуют, или я тогда передам слово Анастасии, нашему специалисту по трудоустройству. Так, тогда вопросов не вижу, но, коллеги, я с вами, вы в любой момент можете эти вопросы задать, тогда я слово передаю Анастасии. Анастасия передала вам экран. Да, спасибо. Давайте, здравствуйте, коллеги, доброго вечера. Давайте-ка я вам расскажу о ключевых преимуществах нашего центра. Я думаю, что после каждой учебы у нас возникает вопрос у всех, а куда же я дальше пойду с этими знаниями. И наш центр предоставляет возможность трудоустройства. Работодатели обращаются к нам напрямую с запросом именно наших слушателей, с нашими дипломами, потому что высоко ценят те знания, которые мы им даем. У нас есть возможность попробовать и опробовать все те знания теоретические, которые вам даются на практике. И, конечно же, у нас огромное количество форматов, и мы подстраиваемся под слушателя. Вы можете приходить очно, можете учиться по вебинару, как мы с вами сейчас коммуницируем. А можете вообще смотреть записи, обращаться к преподавателю, задавать вопросы в том темпе, в котором вам будет комфортно. Сегодня же мы с вами поговорим о том, как действительно выбрать ту профессию, в которой ты будешь реализован, и в которой тебе будет интересно, о том, сколько платят за эту профессию, и каким образом мы помогаем вам по окончанию курсов трудоустроиться. Выбирая свою профессию и выбирая то, на что ты хочешь дополнительно учиться, всегда стоит задать себе три вопроса. Чего я хочу? Ну, например, я хочу больше денег, хочу более гибкий график, повышение в должности. Что я могу? Это, допустим, могу пройти курсы в центре специалистов, получить дополнительное повышение квалификации, удостоверение повышения квалификации, или же вообще диплом с новой профессией. И что необходимо? Тут уж вот стоит посмотреть на рынок труда, и то, насколько действительно необходимы такие специалисты на рынке труда. И я хочу вам показать вот эту таблицу, которая, я думаю, очень наглядно покажет, насколько необходимы специалисты, насколько они ценятся. Зарплата для рынка очень даже хорошая. Я вот специально сегодня полазила по хедкантеру и поискала вакансии для специалистов по управленческому учету, и сколько им предлагают без опыта работы, а через год уже и больше, а ведущий специалист нужен вполне себе хорошие деньги. Я думаю, что ради этого стоит освоить курс за каких-то 272 часа, получить новую специальность и попробовать себя в этом деле. Итак, вот вы прошли у нас обучение, и не знаете, что делать дальше? Тут вступают в бой мои специалисты по трудоустройству и по помощи трудоустройства для наших слушателей. Мы готовы вам помочь составить резюме, составить сопроводительное письмо, проконсультировать вас в том море вакансий, что вы увидите в открытом доступе на HeadHunter, на Job.ru и так далее. И также готовы пригласить вас на специальные мероприятия, на которых вы можете поговорить с работодателем. Специально для вас. У вас есть возможность. У вас вот есть QR-кодик, его можно сканировать, вы попадете на сайт специалиста, попасть на бесплатный курс «Успешный поиск работы трудоустройства в период кризиса и карантина». Там вас, собственно говоря, научат всему тому, что я сказала ранее. И если вдруг у вас возникнут вопросы после курса, то мы всегда рады вас видеть, читать ваши письма. Отправляйте их на jobsobachkospatialist.ru. Я позже покажу контакты. И мы обязательно вам ответим, поможем, проконсультируемся. Также мы проводим Zoom-встречи или встречи в GoToMeeting, для того чтобы голосом, словами обсудить, что вы можете, что вы хотите и куда мы будем плыть дальше. Регулярно мы обновляем список вакансий от работодателей на нашем канале в Телеграм. В группе ВК вы можете отсканировать QR-коды и перейти. Там вакансии по абсолютно разным областям. И если вы еще не сменили специальность на управленческий учет, полистайте, посмотрите. Может быть, там есть та вакансия, которая есть в вашей области, и вы с удовольствием откликнете на нее и найдете работу вашей мечты. Так вот, о чем, о специальных мероприятиях я говорила вам буквально несколько слайдов назад. Это так называемые дни карьеры в онлайн-формате. Когда к нам обращаются работодатели, говорят, мне нужны сотрудники по следующим навыкам. И мы им говорим, конечно же, пожалуйста, приглашаем вас на все мероприятия, и вы можете напрямую поговорить с работодателем, предложить себя, рассказать о своих навыках, знаниях, похвастаться вашим новым дипломом. И в большинстве случаев после таких дней карьеры мы слушаем историю успеха, о том, как у нас слушатели устроились на новую работу, получили отличное предложение. И вот Светлана Васильевна заботливо скидывает вам ссылочки в час. Спасибо большое. По ним можно перейти и записаться на данные мероприятия. Итак, говорим о soft skills. Hard skills вы получите на курсах по дипломной программе, но очень важно понимать, кто ты такой вообще как человек, и каким образом, и как сотрудник, и как ты будешь работать и коммуницировать с коллективом. Что важно для специалиста по управленческому учету? Важно уметь взаимодействовать в команде, когда у тебя есть подчиненные, у тебя есть начальство и так далее, и вы можете вместе двигаться к одной цели, а не растаскивать задачи, как лебедь, рак и щуп. Прогнозирование не менее важный навык, способность самостоятельному решению задач, все же у нас управленческий учет, умение понять суть задачи, оценить, сколько потребуется время на ее выполнение. Поэтому в этом направлении у нас тоже есть курсы, которые вы можете закончить и очень быстро освоить приведенные мной навыки, и потом уже применять их, будь в новой профессии, а может быть и в старой. Итак, мы с вами получили профнавыки, развили наши личные навыки и стали великолепным специалистом. Но не стоит забывать о том, что регулярное развитие способствует вашему карьерному росту, вашему личностному росту, и это озвучивает концепцию непрерывного образования. Как мы все прекрасно понимаем, дополнительное образование можно получать бесконечное количество раз, и расширяться в своих навыках и знаниях можно бесконечно. Наши преподаватели также регулярно проходят новые курсы, осваивают новые дисциплины, новые направления в своей жизни. Каждый раз, когда, если вы уже были на наших курсах, и вот даже сегодня вы видели, что у нас преподаватели не узконаправленные, а абсолютно широко направленные, потому что они все время развиваются и растут. Можно брать с них пример и развиваться дальше, а в этом вам, конечно же, поможет наш центр специалистов. Для того, чтобы постоянно непрерывно развиваться, я думаю, что приятным бонусом будет иметь некоторую возможность сэкономить на вашем обучении и получить скидку не только для себя, но и для вашей семьи и для ваших друзей. Наша карта «Настоящий специалист» — это ваш ключ к широким возможностям. У нас есть скидки для вас от 10 до 35%, скидки для ваших членов семьи. Очень приятно отправить учиться и себя, и своего ребенка, или мужа, коллегу, родственника, маму научить компьютеру. Такие курсы у нас тоже есть. Можно приглашать своих друзей-специалист и также делиться с ними скидкой, рассказывать им о том, какое новое обучение вы прошли и приглашать учиться вместе с вами. Получив один диплом, можно не останавливаться на достигнутом и получить еще дополнительный диплом, стать великолепным руководителем и не менее приятно получить скидку на этот диплом. Так, у нас появилась акция «Диплом плюс», когда вы имеете 30% скидку на следующий диплом, правда, в формате онлайн. Итак, и тот прекрасный бонус, который все ждали, я уверена, в течение нашего занятия — это сертификат, который позволит вам получить скидку 14 тысяч рублей на прохождение дипломной программы. Просто введите этот промокод при оформлении заказа на сайте и получите, я думаю, очень-очень даже приятную скидку. Светлана Васильевна, я готова вам передавать слово, или, уважаемые слушатели, если есть вопросы, я готова на них ответить. Коллеги, пока вы задаете вопросы, я еще раз открою свой экран. И посмотрите, я как раз-таки перешла по той ссылке, которую сбросила вам, это как раз-таки вакансии, на нашем сайте, которую сбросила вам в чате. И посмотрите, раскрыла как раз-таки вакансии по бухгалтерию, управленческому учету финансов. И посмотрите, есть даже горящие вакансии, и у нас в том числе специалист службы финансового мониторинга, мониторинга, экономист по управленческой отчетности. Каждую из этой вакансий можно посмотреть, эксперт по расчетам, есть помощник-аудитор, есть экономист. Это только те вакансии, которые именно наши партнеры, которые обучают у нас персонал, нам дали. Поэтому вы можете воспользоваться как раз-таки тем, что вы обучались в Центре специалист, и для наших студентов есть дополнительный бонус. Достаточно как раз-таки сказать работодателю, я проходил обучение, завершал дипломную программу, вот Центр специалист, они знают качество обучения, которое мы гарантируем нашим партнерам-работодателям. Ну, а мы обязательно укажите наличие у вас любого удостоверения Центра специалистов при составлении вашего резюме. Это действительно добавляет очков у работодателей к успешному заключению с вами договора. Коллеги, ну а мы с Анастасией готовы ответить на ваши вопросы, если таковые у вас возникли. Можно даже микрофон включать. Коллеги. Извините, пожалуйста, вы прошли по ссылке, правильно? Там. В самой, ну, в личный кабинет я захожу, и по ссылке прохожу, от которой вы скинули, и там вот эти вакансии, да, как бы можно? Да, 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 вот смотрите, вы когда заходите, оно вот так свернуто, ну вот сейчас вы можете видеть мою строку, видите, вот как раз-таки последняя ссылка, которая 18.32, вакансии. И вот находите в бухгалтерии управленческий учет и разворачиваете. И каждая эта вакансия, она активна, и там даже есть прямые контакты. Это именно специально сервис. Спасибо. Да, для наших выпускников. И, коллеги, если вам нужно помочь подготовить как раз-таки резюме, помочь с трудоустройством, да, вот, Анастасия, электронную кучу. У нас есть почточка, да, на которой вы можете написать, что вам нужна помощь, и мы свяжемся с вами, и обязательно поможем, прям вот под ключ, от составления резюме до поиска вакансий. А почту вы сейчас здесь в чате напишите, да? Да, вот она уже в чате. Уже в чате есть, коллеги. Анастасия Матросова, это наш как раз-таки специалист по трудоустройству. Вот сейчас вот она свою почту написала. Спасибо большое. Коллеги, какие еще вопросы есть? О чем вам рассказать? Тогда мы будем завершать с Анастасией. И, коллеги, я тогда завершу вот таким слайдом, на котором, наверное, корректнее тогда это у нас прямой телефон. И есть еще у нас телефон. Давайте-ка я сейчас тогда на нашем сайте открою контакты наши. Вот они, посмотрите, адреса учебных комплексов. И есть здесь телефоны. И, собственно говоря, информация вот здесь о центре. Тоже все контакты вы легко можете найти. Любой из курсов можно приобрести через сайт. Тогда не забывайте вводить наши... Вот они все контакты, которые есть. Как раз-таки ссылку, которую в чате мы вам продублировали, она позволит вам получить дополнительную скидку при оформлении через сайт, либо же при оформлении через наши телефоны. Прямой телефон отдела физических лиц 232-32-16. Если вы корпоративный заказчик, то 640-48-44. Ну, есть контакты в WhatsApp, если вам удобнее именно так. Можно еще раз показать. QR-коды делали, да. Или эта презентация у нас будет где-то в личном кабинете. На странице группы. А код, посмотрите, 1836 сообщения. Видите, Светлана, или продублировать еще? Ну, если можно, слайды, да. Слайд, давайте я тогда передам. Это у нас слайд у Анастасии. Сейчас одну секунду, а вы сможете сделать сприншот. Так, вот, Анастасия как раз-таки показывает. Анастасия, вот вернитесь на 15-й слайд уже. Да, сейчас. С вакансиями? Нет, нет, 15-й, со скидкой как раз-таки. Со скидкой, это дипломная программа. Про сертификат? Светлана. Нет, вы, вот, чтобы в ВКонтакте к вам записаться, вы говорите, у вас есть чаты, где можно с вами... Так, у нас есть чаты с вакансией. Да, вот это, да. Пожалуйста. Собственно, это телеграм-канал, группу ВКонтакте. То есть я по этой ссылке могу пройти и попасть? Да. Спасибо вам огромное. Коллеги, обратите внимание, я продублировала сейчас информацию в чат, как раз-таки ссылки и на электронную почту, и на WhatsApp, и, ну, Skype, соответственно, эта иконка на... Давайте я сейчас вот по этой ссылке. Это контакты нашего центра. Если вы последнее меню развернете, то увидите контакты. Коллеги, есть ли еще вопросы, которые вы хотели бы задать? Тогда мы на сегодня с вами прощаемся. Коллеги, всем вам всего доброго, хорошего вечера и до новых встреч в центре специалистов на наших курсах. Всем спасибо, хорошего вечера, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дая pen让